друзья всем добрый день меня зовут кумар мухаммедзянов я независимый финансовый советник и сегодня я бы хотел с вами поговорить про портфель портфель который не с ручками в котором мы носим документы а и инвестиционный портфель тот портфель который мы составляем на фондовом рынке что такое портфель портфель это набор инструментов так же как и портфель с ручками мы ложим различные документы документы тетрадь тетради ручки блокноты бутылка воды может быть да для того чтобы как начнешь если захочешь попить попить воды так вот портфель инвестиционный это набор инструментов которые вы выбрали для себя для того чтобы достичь своих целей что туда могут может входить в этот портфель если мы говорим конечно же про фондовый рынок во первых это акции акция это самый главный инструмент инвестора мы об этом с вами говорили второе облигации облигации это тоже один из важнейших инструментов облигации либо сукук да если мы говорим про шариатские инвестиции то сукук кстати у меня есть видео пожалуйста посмотрите вот здесь вот будет ссылочка что такое сукук и как его использовать итак акция облигации недвижимость недвижимость на фондовом рынке можно купить да да не думайте что я ошибаюсь не про физическую недвижимость я говорю в которой вот я сейчас сижу и с вами разговариваю а именно фонда недвижимости на бирже тоже очень интересный инструмент и так акции облигации недвижимость золото золото как составляющая портфеля интересный инструмент драгоценный металл тоже достоин быть в нашем портфеле ну и последний актив это непосредственно деньги деньги тоже являются частью вашего портфеля так вот в целом этот портфель собственно говоря и составляет ваш капитал все из того что вы из того из состоит ваше благосостояние скажем так ведь портфель может быть не только на фондовом рынке а еще и общий портфель семьи капитал семьи который куда входят недвижимость где живешь недвижимость в аренду которую сдаешь коммерческая бизнес и так далее итак у каждого портфеля своя степень риска почему потому что как только мы с вами составим портфель из тех инструментов о которых я сказал сразу возник вопрос что больше а что меньше должно быть в портфеле правда акции в этом списке самая рискованная самая рискованная часть потому что акции постоянно двигаются и меняются в цене поднимаются и опускаются поднимаются но это и самая доходная часть портфеля который позволяет нам реально заработать выше инфляции облигации менее рискованные но и менее доходные инструменты в нашем портфеле недвижимость не сказать что это не рискованный актив он тоже рискованный я думаю что вы прочувствовали на себе если вы инвестировали в 2008 году например и физическая недвижимость просела в цене и стала неликвидной и фонда недвижимости на рынке фондовом они просили в цене то есть они тоже являются отдельным активом отдельным инструментом золото у него свой риск и тоже своя как говорится своей динамика развития и роста или падений но и наличные деньги рублей евро и доллары скажем это самый стабильный с одной стороны инструмент но и самый незащищенный от инфляции инструмент который из месяца в месяц из года в год теряет на величину инфляции скажите пожалуйста пишите в комментариях о чем о каком активе о каком инструменте вам бы хотелось узнать поподробнее я об этом запишу отдельное видео хорошо пожалуйста напишите вопрос почему на но мы говорим про портфель почему мы говорим то что нужно составлять портфель можно же просто покупать акции или покупать золото вот ко мне обращается с таким вопросом говорят кумар зачем мне заморачиваться давай я буду просто покупать золото ведь золото всегда растет во первых золото не всегда растет и вы можете это посмотреть на открыв графики долгосрочного развития цены на золото во вторых как раз об этом все сейчас и видео я хочу вам дать понять для чего нужен портфель смотрите очень важная вещь все эти активы о которых я проговорил они ведут себя каждый по-своему каждый по-своему ведут у них свой уникальный жизненный опыт но нам гораздо важнее результат всего портфеля в целом правда они движение и поведение составляющих отдельно составляющих этого портфеля и самое главное друзья надо постараться сделать так чтобы в вашем портфеле были активы которые ведут себя по-разному в одно и то же время вот в чем загвоздка вот чем фишка вот чем секрет портфельного инвестирования например акции растут облигации на месте стоят золото падает недвижимость растет меньше они все ведут себя по-разному акции начали падать золото начало расти облигации начали расти понимаете это грубо говоря команда как вот есть команда футболистов на поле кто-то защищается кто-то нападает это в середине есть например атака прошла они не успели вернуться то здесь есть первые первый эшелон защиты до середине есть последний эшелон защиты сзади защитники то есть ваш портфель должен работать как команда акция это нападение облигация защита золото это защита от кризиса от инфляции от падения акций наличка это финансовый резерв который поможет вам покупать подешевшие не внезапно например акции поэтому еще раз повторюсь поведение портфеля в целом результат команды в целом важнее нежели как отработали составные части этого портфеля понятно да где-то может быть защита ошибиться но зато нападение забьет больше голов и таким образом команда выиграет важен результат общий понимаете и поэтому наша задача с вами как инвесторов составить такой портфель чтобы он чувствовал всегда обратите внимание всегда себя хорошо и чтобы он с максимальной вероятностью привел нас инвесторов к своей цели покупать недвижимость отправить своего ребенка учиться создать себе пенсионный капитал чтобы не зависеть от государства правда это же хорошая цель как составить самое интересное теперь два как это составить это непросто свое время еще в середине прошлого века гарри марковец основатель вот этой вот теории портфельных инвестиций он защитил нобелевскую премию на эту тему он сумел посчитать риск и доходность портфеля как раз составляющих портфеля он смог посчитать риск понимаете он смог посчитать взаимосвязь доходности составляющих портфеля влияние на весь портфель в целом и он сказал что результаты составляющих портфеля могут быть хуже чем портфель в целом об этом я очень много говорю на своем курсе в онлайн школе кстати приглашаю вас кому интересно пишите в комментариях отправляйте заявочки у вас есть два пути друзья изучить эту теорию потому что составление портфеля оно зависит от многих факторов от вашего отношения к риску от вашего возраста от вашего горизонта инвестирования от ваших ограничений очень много факторов но вы это можете изучить самостоятельно абсолютно бесплатно сейчас я же это все не сам придумал все можете изучить и составить себе портфель либо обратиться к специалисту добро пожаловать я к вашим услугам в конце я могу сказать что большинство неудач на фондовом рынке большинство потерь на фондовом рынке связано с тем что люди к сожалению неправильно составляют себе портфель будьте пожалуйста предельно осторожными и не забудьте поставить лайк если вам понравилось мое видео делитесь с друзьями пусть как можно больше людей станут финансово независимыми всего доброго